Ведущие Антон и Жултыс вот уже на протяжении нескольких недель путешествуют по родному краю и знакомят вас с самыми интересными туристическими и природными местами. В прошлой программе мы приоткрыли тайную завесу берельских курганов, но, к сожалению, а может и к счастью, не попали на кладбище аральских кораблей, которое уже стало мифическим. Как бы ни было грустно, мы все же нашли повод для веселья и искупались в чудесном озере Камыстыбас. Сегодня программа обещает быть не менее познавательной. Жултыс открывает сакральную карту Южного Казахстана и первое загадочное место – пещера Акмечеть. Антона ждет невероятный поход к Алтайским озерам – Маркоколь и Зайсан. А еще посетим самое зловещее место – урочище Кеин-Кириш. Интересно? Тогда оставайтесь с нами! Пещера Акмечеть издавна считается самым таинственным местом на юге Казахстана. Еще ее называют Байдибекской впадиной. Как и когда она возникла – непонятно. Расположена Акмечеть в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области, в 90 километрах от города Шенкента. Примерное время в пути – полтора часа. Поездка к святыне – одно удовольствие. Едешь и не можешь налюбоваться красотами. Такое ощущение, что эти пейзажи только что вышли из-под кисти гениального мастера. Радует, что не нужно использовать никакую карту, чтобы найти Акмечеть. Дорога ведет прямо и в конце упирается в смотровую площадку. Отсюда придется идти пешком минуты 3-4. Сегодня здесь созданы все условия для посещения пещеры – безопасный вход и лестница. Правда, очень крутая, поэтому спускаться нужно аккуратно. Глубина пещеры около 40 метров, и спустившись сюда, нужно обязательно взять каску и надеть ее, потому что тут небезопасно. Могут падать камни. Из поколения в поколение люди рассказывают о необычной пещере этого края. Говорят, что раньше внешних входов у нее не было, поэтому никто не знал о ее местоположении. Однако в начале прошлого столетия часть скалы обрушилась и появился проход. На полу до сих пор можно наблюдать глыбы обвалившейся породы, которая уже почти полностью покрылась землей. Со временем местные жители быстро оборудовали вход, и молва о загадочной пещере распространилась за считанные дни. Так постепенно туристы и паломники проложили сюда тропу. Люди приходят всегда просить здоровья, благополучия и семейного счастья. А еще, говорят, после посещения этой пещеры Бог дарует детей бесплодным семьям. Разумеется, пещера окутана всяческими легендами. Одна из них повествует, что некогда здесь жил дракон. Очень часто он приносил бедствия людям, сжигал поля и уничтожал скот. Утихомирить чудовище удалось лишь пророку Сулейману. Именно в этой пещере запер он нерадивое существо, посадив на цепь. Говорят, что вот эти узоры на стенах пещеры своими крыльями и хвостом выцарапал дракон. Сколько лет он пробыл здесь, и что с ним стало, опять же, никто не знает. Но место, где он спал, осталось. Находится оно в самом центре пещеры. Интересная, конечно, легенда. Верить в нее или нет, решать вам. А пока мы перемещаемся в Восточный Казахстан, и у нашей второй съемочной группы есть свои, не менее удивительные истории. Антон, как обычно, не может без приключений. Ну а мы продолжаем наше путешествие. И сегодня мы находимся на староавстрийской дороге, на самой высокой ее точке, 2084 метра над уровнем моря. Знаете, удивительный тот факт, что если закрыть глаза и вслышаться в тишину, ну или в трех от насекомых вокруг, то можно представить и даже услышать звон киры колопат, которыми пленные подданные Австро-Венгерской империи строили именно эту дорогу в 1914 году. Но еще более удивительно то, что прошло более века, а дорога все еще функционирует, соединяя Катон-Карагайский и Курчумские районы. Сегодня же мы продолжаем наше путешествие по этой дороге в сторону озера Маркоколь. Но если вы направляетесь туда, лучше все-таки использовать внедорожники. Если бы Антон знал об этом раньше, По старой доброй традиции, ведущий решил отправиться до озера самостоятельно. Похоже, это путешествие он запомнит надолго. Дорога идет через два огромных перевала, несколько рек и болот. С 1912 по 1914 годы здесь работало 10 тысяч военнопленных. Страшно представить, но люди прокладывали путь без всякой техники. Только кирки и лопаты. Это настоящий 150-километровый памятник человеческому труду. Вот уже почти два часа Антон идет к заветной цели – озеро Маркоколь. Раскинулось оно в одноименном заповеднике, созданном в 1976 году. Сегодня его площадь составляет почти 103 тысячи гектаров. Озеро находится на высоте 1447 метров над уровнем моря. Это красивейшее озеро, но это оно не менее красивое, чем Боровое. Это очень красивое озеро и место очень красивое. Оно большое, находится, не сказать, что прям высоко в горах, но это горное озеро. В него впадают порядка 70 рек. И оно вот получилось, это озеро, за счет вот этих речушек. Очень много. 70 рек впадает в него. Там водится удивительная рыба Ускуч. Это эндемик, которая по всем мире, наверное, очень мало где она водится. В трех или в четырех местах по всему миру. С южной стороны жемчужину восточного Казахстана окружают величественные Азутауские горы, а с севера – Кучумский хребет. Место достаточно известное, и туристы приезжают сюда с самых разных уголков мира. От города Ускаменогорска Маркоколь находится в 430 километрах. Время в пути – около 7 часов. Отметим, что на дорогу может уйти весь день, поэтому лучше из города выезжать рано утром. Вообще, многие туристы приезжают сюда на 2-3 дня или с ночевкой. Кто-то развивает палаточный лагерь, а кто-то предпочитает снять комнату в ближайшей деревне Урунхайка. Сам Алтай, восточный Казахстан, в нем некая таинственность. Там есть какая-то энергетика, есть какая-то сила. Там жили древние люди, алтайцы. Они до сих пор живут, есть эта народность. На российской стороне их больше. У нас, к сожалению, по-моему, не очень много. И это вот их язык, и тот же деревня Урунхайка, Маркоколь, вот эти все названия. Там очень много названий и всяких понятий именно с их языковыми особенностями. Помните, дорога идет по горам, где есть опасные участки. Поэтому нужно быть уверенным в своих водительских навыках. И, конечно же, транспорт должен быть подготовленным. Антон еще только на пути к неописуемым красотам природы. Несмотря на сложный путь, мы уверены, наш ведущий ни на минуту не пожалеет о выбранном маршруте. Кстати, следите за нашим путешествием в социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazakhland. Там много интересных новостей. Вот и Жулды спешит рассказать вам еще кое-что о загадочной пещере Ак-Мечеть. По легенде, Бат-Тель-Серкеп-Ойгильде во время похода джунгар попал под сильный ливень и переждал этот ливень вместе со своим десятитысячным войском в этой пещере. Вообще, об этой пещере очень много легенд, по одной из которых тут скрывались от джунгарских нашествий женщины и дети, чему свидетельствуют разные предметы быта. Люди верят, что подобные места обладают мистическими свойствами. Энергетика здесь особенная, поэтому большинство приезжают сюда для того, чтобы восстановить душевное равновесие. Конечно, научно это никак не подтверждено. Возможно, лишь собственная вера помогает исцелять различные недуги. Вопрос, разумеется, спорный. Однако, если столько желающих стремится попасть в Ак-Мечеть, может, здесь и действительно есть такое, что невозможно сегодня объяснить? Ну, здесь не первый раз, но первый раз оказался в два раза, вот был до этого, но был весной. То есть деревья, они были без листьев, и вот такой разницы в температуре не ощущалось. Сегодня вот то, что сегодня на улице жарко, и сюда спускаешь, здесь такая проклада, и то, что зелено, это классно. Всем рекомендую сюда один раз обязательно приезжать, где вы посмотрите. Да, лучше один раз увидеть, как говорится, к слову, где же наш Антон? Стоит, наверное, рассказать о самом заповеднике. Представляете, здесь произрастает более тысячи разновидностей растений. По дороге к озеру можно насобирать спелых ягод – красную смородину, малину, барбарис, крыжовник. Можно отыскать и краснокнижные виды, к примеру, алтайский ревень или степной пион. Кроме того, здесь собраны десятки лекарственных трав. Благодаря такому разнообразию местность стала благоприятной для проживания многих видов птиц и животных. Среди них моралы, росомаха, бурые медведи, соболи, норки и снежные барсы. Я думаю, если человек соберется куда-то ехать, не обязательно куда-то планировать конкретно. Там можно просто ехать, и там везде природа очень красивая, необычная, нетронутая, девственная. Люди все приветливые, в принципе, подскажут, куда проехать, либо еще что-то. Свежий воздух, прохлада. Почему бы и не прогуляться по живописным местам? Вот только одно но. А вот в Шимкенте сейчас жара. Почти плюс 40 градусов. Но Жулдыз она ни по чем. Ведь в пещере Акмиче температура всего 15 градусов. В такую погоду даже не хочется и выходить. Пещера пользуется большой популярностью у тех, кто занимается различными духовными практиками и медитацией. Удивительным остается тот факт, что в пещере всегда прохладно, вне зависимости от времени года и погодных условий. Внутри пещеры со стенок можно увидеть стекающие капли воды, которые подпитывают растительность. Святая пещера Акмешек – обязательный пункт для посещения в Туркестанской области. Интересно, что в Акмечеть приезжает не только со всех уголков нашей необъятной страны. Большой популярностью она пользуется у китайцев. А все благодаря легенде о драконе. Известно, что это мифическое животное считается национальным символом у жителей Поднебесной. И если он здесь когда-то и проживал, то теперь каждый китаец просто обязан посетить это место. Иронично признаются наши соседи. Представляете, во время выставки Экспо-2017 сюда приехало 19 туристических групп из Китая. Смотрители пещеры утверждают, что поток людей не утихает. Ежедневно, в любую погоду, они стремятся сюда. Так давайте же вместе открывать неизведанные просторы Казахстана. Иди пешком, все хорошо. А в деревне Рунхайка мальчик Толя нам говорит, 20 минут осталось до озера рукой подать. Уже 40 минут идем мы и все. И озеро, и озеро. Наконец, ближе к вечеру, Антон добрался до заветного озера Маркоколь. В вечерних лучах оно еще прекрасней, чем на картинках. Поражают размеры водоема. 38 километров в длину и 19 километров в ширину. Это второе по величине озеро Алтая. Справа от озера выросла гора под названием Самовар. Так ее называют, потому что над ней всегда ходят тучи. Природа Алтая не только живописна, но и довольно сурова. Это самая холодная местность в Казахстане. Зимой в этих краях температура опускается до минус 55 градусов. Даже летом немногим удается искупаться в озере. Зато для любителей рыбалки настоящий рай. Пловят здесь узкуча и хариуса. В основном каждый рыбак покидает озеро с хорошим уловом. Местные утверждают, что лучше всего на рыбалку сюда приезжать осенью или зимой. Наконец-то озеро Маркоколь. Так долго шли, чтобы увидеть одно из красивейших мест Средней Азии. Вообще уникальность этого озера в том, что оно окружено горной тайгой. Но при этом на берегу озера растут березы и ивы. Так что очень знакомый для большинства северян ландшафт. Кстати говоря, заповедник Маркоколь, которым он стал с 1976 года, станет раем для орнитологов. Потому что здесь водятся такие редкие виды, как черный айс, глухарь и даже пеликан. Я, правда, еще не видел. Но надеюсь увидеть. А вода в озере считается ультрапресной и очень мягкой. При этом цвет вода меняет в зависимости от погоды. Будем ждать и смотреть. Об озере Маркоколь много кто слышал, но мало кто здесь бывал. Наверное, именно поэтому эти края и сохранили свой первозданный вид и особую тишину, которой так не хватает шумным мегаполисам. Если вы когда-нибудь соберетесь на озеро Маркоколь, помните о том, что это все-таки природоохранная территория и пограничная зона. Поэтому, чтобы попасть сюда, необходимо оформить специальный пропуск в погранслужбе Комитета национальной безопасности. Решив некоторые формальности и преодолев сложный путь, вы окажетесь в настоящей сказке в мире девственной природы. Мы не перестаем удивляться тому, насколько уникальны просторы Казахстана. Каждый уголок нашей страны – большая загадка, разгадать которую нам еще предстоит. И одна из таких – пещера Акмечеть, расположенная неподалеку от Шимкента. До сих пор неясно, откуда здесь взялась пещера. Поблизости нет ни одной горы. Невозможно объяснить и такое явление, что в самой пещере, прямо под входом, раскинулась огромная роща из тутовника и карагачей. Стоя здесь, в самом центре пещеры, можно заметить, что вход в пещеру напоминает шанрак. Местные жители также уверяют, что когда-то здесь была ханская ставка. А из зала во все четыре стороны света расходились подземные коридоры, которые соединяли между собой ближайшие крепости. Но после большого землетрясения входы были завалены, и пещеру забросили на долгие века. Я видеограф, и как для видеографа, это место является достаточно красивой локацией. Просто не только красивой, она является мистической. И чувствуется атмосфера, дух этого места, что оно прожило уже столько людей через себя. Обратите внимание на каменные пирамидки. Здесь они оказались не случайно. С каждым разом их становится все больше. А дело все в том, что их выкладывают паломники. Каждый камень – это самое заветное желание. Туристы верят, что это необычное место с сильной энергетикой. И именно в таких местах исполняются даже самые несбыточные мечты. Что ж, пожалуй, и мы загадаем парочку. И одно из них прямо сейчас – перенестись в Восточный Казахстан. Исполнено. Эта территория почти на тысячу километров простирается с востока на запад, и с севера на юг – на 700 километров. Находится область на пересечении границ Казахстана, России, Китая и Монголии. Невероятно, но край наделен богатыми природными ландшафтами – пустыни, степи, тайга, величественные горы, бурные реки и таинственные озера. Богатая природными ископаемыми, эта земля с древних времен привлекает к себе людей. Об этом свидетельствуют всяческие находки древних поселений. Съемочная группа вместе с Антоном продолжают изучение Восточного Казахстана. И утром следующего дня команда вновь отправилась в путь. Позади мы оставили озеро Маркоколь с его чудесными дорогами, с которых просто невозможно выбраться. А впереди нас ждет озеро Зайсан. А вон те пески – это уже Китай. Но туда мы не поедем. Ну и, к слову говоря, Жулдыц, в следующий раз на озеро Маркоколь поедешь ты сама. Съемочная группа вот уже больше недели находится в Восточном Казахстане. Мы уже успели привыкнуть к ее живописным ландшафтам – изумрудной зелени, красивому пению птиц. Как вдруг… По дороге от озера Маркоколь вдоль китайской границы в сторону озера Зайсан лежит вот такая неожиданная красота – уроча Киин Кириш. Мы словно переместились во времени и пространстве. Вокруг ни людей, ни связи. Кажется, что и животные все убежали. Абсолютная тишина. Находится долина Киин Кириш в Курчумском районе, примерно в 500 километрах от города Усть-Каменогорск. Расчетное время в пути – 8-9 часов. Найти это место не так просто. Район располагается в низине, никаких указателей нет. Поэтому здесь обязательно нужен проводник. Красная пустыня состоит из множества глиняных скал огненного оттенка. За многие века природные стихии создали особый колоритный пейзаж. Глиняное отложение всех оттенков красного, которые образовались из тропического климата в эпоху Мезозоя. Ну, в то время, когда здесь вместо нас, людей, бегали динозавры. Такой вот маленький личный уголок Марса на планете Земля. Мы продолжаем наше путешествие. Вы можете следить за нами по хэштегу Across the Kazakhstanland. Это заседание ущелья, урочище Киен-Киреш. А тут у нас артефакт Мезозояской эпохи. Специальная дудка, чтобы призывать духов. Собираясь в долину Киен-Киреш, помните, что поблизости нет питьевой воды. Смотрите всегда под ноги. Здесь водятся скорпионы, огромные сверчки и другие насекомые. Но самая опасная угроза – сильный ветер и дождь. Причем погода в этих краях меняется, как по щелчку. Природные стихии – главные художники урочища. Из года в год один ландшафт деформируется в другой. Киен-Киреш – это живая природная композиция. Сверху горы напоминают гигантские пылающие костры, рвущиеся к небу. В народе об урочище Киен-Киреш слагают всяческие мифы. В глубокой древности это место якобы служило для жертвоприношения. Доказательств подобным байкам нет. Но огромная котловина со странными камнями все же нагоняет страх. Местные стараются обходить долину стороной. А все потому, что здесь тяжелая энергетика. Глядя на зловещие облака, которые зависают только над этим местом, волей-неволей начинаешь верить во все эти байки. Чтобы не испытывать судьбу, вся съемочная команда решила скорее удалиться подальше от долины Киен-Киреш. Никто из съемочной группы не ожидал, что дорога от озера Маркоколь до озера Зайсан будет такой изнуряющей и коварной. Многочисленные тропинки словно так и хотят запутать путников, оставить совершенно одних посреди пустыни, без еды, воды и сил. Ко всему прочему, погода будто решила устроить нам дополнительное испытание. Многие уже даже потеряли всякую надежду добраться до следующего пункта. И только Антон старался всячески поддерживать командный дух. И вот, когда казалось бы, что мы действительно сбились с пути, буквально в нескольких метрах от нас появилась разноцветная гладь озера Зайсан. Вот вы не верили, а мы озеро Зайсан такие достигли! В связи с этим хотим напомнить вам о конкурсе. Повторите фотокадр Антона на озере Зайсан, выложите его в Инстаграм с хэштегом AcrossTheCasachLand и получите шанс выиграть ценные призы. Располагается озеро Зайсан в 500 километрах от города Усть-Каменогорск. Время в пути 7-8 часов. Предположительно, водоем образовался 60 миллионов лет назад в результате движения тектонических плит. Он является одним из самых древнейших на Земле. Образовавшуюся чашу постепенно заполнило водой горных рек. В прошлом озеро было большего размера. Это можно определить по следам прибоя. Здешние виды производят неизгладимое впечатление, особенно на закате. Озеро со всех сторон окружено горами. На северо-востоке виднеются Алтайские вечные ледники. На северо-западе – Калбинские. На юге – Тарбакатайские хребты. Утро. На озере Зайсан – чудесное время. Вообще, по легенде, вот это озеро образовалось после падения метеорита. И когда он упал, на этом месте стал располагаться огромный кратер. Постепенно заполнившись водой. Говорят, что вот эти разноцветные скалы, длинные отложения вокруг озера Зайсан – это как раз-таки следствие падения этого метеорита, который вызвал все эти породы на поверхность. Вода в озере достаточно мутная, но, несмотря на это, очень теплая и мягкая. Поэтому, когда вы сюда заберетесь, порой даже не захочется вылезать, потому что в воде будет теплее, чем снаружи. Ах, как хорошо! Считается, что название Зайсан связано с монгольским словом «сайхан». В переводе это означает «прекрасный». Три века назад озеро величали Кызылпу. Чуть позже – Корцан, или просто Тенис. Шум прибоя отдаленно напоминает звук колокола. Когда-то его даже так и именовали – озеро колоколов. В озере водится большое количество рыбы. Говорят, что в далекие времена оно спасло от голода целые народы. Здесь обитает 23 вида рыб. 17 из них являются промысловыми. На рыбалку сюда приезжают за окунем, щукой, карасем и лещом. Вода в озере илистая. Его приносят реки, впадающие в водоем с рудного Алтая, хребтов Тарбогатай и Саур. Немного придя в себя, после длительных походов группа продолжила свой путь. Ну что же, а наше путешествие продолжается. Вы можете его отслеживать по хэштегу «Across the Kazakhstan». Позади у нас озеро Зайсан, а впереди Тарбогатайские горы. Вон они, на том горизонте, тянутся из самого Китая. Наш путь лежит туда. Об этом вы узнаете в следующем выпуске. А на сегодня это все. Мы открыли первую страницу сакральной книги Южного Казахстана. Загадочную пещеру Ак-Мечеть. С большим трудом, но мы смогли добраться до жемчужины Алтая, озера Маркаколи Зайсан. А также на мгновение почувствовали себя астронавтами на неизведанной планете. Следите за нашими новостями в социальных сетях по хэштегу «Across the Kazakhstan». Увидимся совсем скоро.